Молодому поколению спортивное детство. Многие родители задумываются, чем занять своего ребенка. Спортивная секция в такой ситуации становится прекрасной возможностью совместить приятное с полезным. Сколько тверичане готовы потратить на дополнительное развитие детей и с какого возраста нужно воспитывать будущих чемпионов, рассказывает наш корреспондент. Учеными доказано, что занятия физкультурой как нельзя лучше влияют на когнитивные функции у детей и помогают им лучше справляться со стрессом. Проблемы остаются только у их родителей. В какую секцию лучше отдать свое чадо? На сегодняшний день в Твери действует около 111 спортивных секций. Гимнастика, плавание, борьба и командные игры, гребли, коньки и теннис. При таком разнообразии выбора финансовая сторона вопроса, увы, значительно снижает возможность отдать ребенка на спорт. Ведь около половины кружков работает на коммерческой основе. Жители Твери рассказали нам о своем отношении к платно-спортивным занятиям. Хотелось бы, чтобы были бюджетные места, чтобы мы могли детей водить бесплатно. Это было бы здорово. Но ходим, конечно же, и на платные секции. 1004 у нас получается в любом случае за 8 занятий. То есть это по 500 рублей где-то за занятия. В свое время, когда я была молодая, я ходила на секции, и денег я за это не платила. В наше время было все бесплатно, и занимались там, где хотели, а не там, где была возможность. Конечно, хотелось бы, чтобы было и сейчас так. Но в одном вопросе сходятся и родители, и тренеры. Спортивные занятия необходимы, и, что самое главное, начинать нужно с раннего детства. Чем раньше, тем лучше. С двух лет берем детей. И они хорошо, очень хорошо, между прочим, занимаются. Да и о важности занятий спортом говорить не приходится. Не стоит забывать о народной мудрости. В здоровом теле – здоровый дух. Физическая подготовка нужна не только ребенку, всем нужна. Все должны быть, как говорится, в форме. Во-первых, чтобы реже болеть. Во-вторых, чтобы уметь постоять за себя. Вот и получается. Спорту – пыть. И даже финансовая сторона вопроса в большинстве случаев не является большой проблемой. Ведь на здоровье и безопасность детей экономить ни в коем случае нельзя.